Сегодня на промышленной площадке Новочебоксарского химпрома открылся новый завод по выпуску перекиси водорода. Аналогов в стране нет. Мощность современного высокотехнологичного производства 50 тысяч тонн в год. Это будет крупнейшее в России предприятие, выпускающее пероксид с концентрацией 60%. Именно в таком продукте нуждаются в медицинской и косметологической сферах. Пищевой промышленности. Раньше его возили из-за рубежа. Теперь же необходимости в этом не будет. Сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров оценил масштабы нового производства. Подробности у моей коллеги Вероники Павловой. Все вместе. Три, два, один. Более 11 миллиардов рублей было вложено в создание новейшей линии. Воскоперекись входит в группу «Орксинтез», которая и проинвестировала строительство завода. Еще один миллиард на льготных условиях в виде займа предоставил Фонд развития промышленности России. Воскоперекись – это отличный пример успешного государственно-частного партнерства. Новое производство имеет проектную мощность в 50 тысяч тонн. И на эти объемы компания выйдет уже в начале следующего года и полностью обеспечит закрытие и внутреннего рынка, и в том числе будет достаточно ресурсов для поставки на экспорт в другие страны, в частности, Евросийского экономического союза. Этот проект мы вместе запустили в 2020 году. Вашу идею, идею команды «Химпрома» оформили в виде конкретного проекта и постучались, если так можно выразиться, в правительство Российской Федерации в рамках реализации большой задачи по созданию компетенции, которые отсутствуют в Российской Федерации через инструментарий «Спик-2.0». Производство будет крупнейшим из существующих в России. Оно позволит заместить импорт. Раньше около 60% продукции такого качества доставляли только из-за рубежа. Теперь надобности в этом нет. На «Химпроме» перекись водорода производится только с наименьшей концентрацией – 30%. А в медицине, пищевой промышленности, косметологии, где высокие требования к чистоте, нужна другая концентрация перекиси водорода – 60%. «Это производство очень сложное, технологически сложное производство, хотя выглядит все очень просто. Мы берем на самом деле продукт, чистый природный газ, добавляем в него воздух и получаем, собственно говоря, перекись водорода антрохеноновым способом». Такой метод позволяет полностью исключить образование примесей в конечном продукте. Добиться этого позволяет оборудование последнего поколения. Благодаря новому заводу в Чуваши появится больше 200 рабочих мест. Поддержка для экономики региона существенная. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Фигурульяна, Фести, Чувашия.